Петербургцам хорошо знакома такая речка, как Невка Мы, например, сейчас находимся у Малой На картах города можно также встретить большую и среднюю А если расширить горизонты и взглянуть уже на мировые просторы То в далекой от нас океане, на острове Нукухива, найдется их четвертая сестра Породнил эти водные артерии исследователь Юрий Федорович Лисянский Именно он во время первого русского кругосветного путешествия Переименовал местную речку Вайоа во что-то более привычное для русского слуха Кроме того, назвал и риф в честь своего корабля Нева Успех первого русского кругосветного путешествия вдохновил многих исследователей и первооткрывателей на свои дальние странствия Благодаря этому в XIX веке на картах появились ранее неизвестные острова, поселения, территории и даже континент Нашу передачу мы делаем в рамках масштабного проекта фонда имени Миклуха Маклея «Русские географические названия. История открытий» Проекта, подготовленного учеными, учеными Российской Академии Наук и Института Востоковедения Что станет хорошим подспорьем для уже мирового атласа русских топонимов Представляющего всесторонний вклад россиян в изучение нашей планеты Стоит отметить, что в кругосветном путешествии Крузенштерна приняли участие многие выдающиеся личности, позже самостоятельно вошедшие в историю В их числе Фадеев Фадеевич Билинст Гаузена, один из первооткрывателей Антарктиды София, расскажите, как все это случилось? Как известно, Англия и Россия всегда конкурировали В том числе и на научном поприще Была информация, что англичане вот-вот отправят экспедицию, которая, возможно, подтвердит или опровергнет версию о том, что все-таки Антарктида – это материк Что это не глыбы льда, как уверял всех Джеймс Кук ровно 49 лет тому назад То есть все верили на протяжении почти половины столетия словам Кука о том, что там только лед, никакой земли нет Тем не менее, научные сведения, которые тогда начали уже появляться, доказывали, что все-таки, скорее всего, там скрыт материк, который надо было просто увидеть глазами То есть из-подо льда нужно было увидеть черную землю И была отправлена срочно наша экспедиция на перерез, как говорится, английской экспедиции И Беленсгаузи, на самом деле, открыл Антарктиду всего на два дня раньше, чем это сделали британцы И все же два года и 20 дней в пути. Как готовили корабль и экипаж? Корабль готовили великолепно. Догадались оббить его, например, медью с наружной стороны, чтобы водоросли не прилипали Руль заменили на дубовый, чтобы он не растрескивался от холодных и мокрых температур Но самое главное, конечно же, это был сам капитан корабля Беленсгаузен Все, кто его знали, говорили о том, что если бы он выбирал между холодным рассудком и сердцем, он всегда выберет холодный рассудок И такой вот холодный человек был отправлен в эту холодную пустошь, в эту Антарктиду Как пал выбор на Беленсгаузена? Изначально Крузенштерн планировал отправить туда Головнина, но Головнин в то время находился сам в кругосветном плавании Между прочим, когда Крузенштерн создавал свой атлас Тихого океана, у него на развороте атласа была генеральная карта То есть самая главная карта этой местности И Беленсгаузен, между прочим, принимал участие в рисовании этой карты, ведь все тогда рисовали от руки А карты, кстати, он научился рисовать изначально в экспедиции Крузенштерна За три года экспедиции он шикарно научился рисовать карты И дальше Крузенштерн как раз привлек Беленсгаузена к созданию генеральной карты Тихого океана И Беленсгаузен справился четко с заданием по изучению Антарктиды тоже О неизвестной Южной Земле заговорили задолго до XIX века. Когда? Что касается вопроса о неизвестной Южной Земле, то ее выдвинули еще в античные времена В IV-V веках нашей эры Где-то уже с XVI-XVII века передовые ученые того времени опять стали говорить, что Земля – шар Но понимаете, в чем дело? С точки зрения европейцев, они знали много земель в Северном полушарии Но если Земля – шар, так ведь перевернется все это Ну, в конце-то концов должна же быть устойчивость Вот чтобы не переворачивался этот земной шар, наверное, в Южном полушарии тоже должна быть как противовес какая-то большая неизвестная Земля И вот так и рисовали на картах Тера Инкогнито Аустралис Неизвестная Южная Земля И в том, что она существует, в общем-то, мало кто сомневался Честно говоря, на юге есть континент, Антарктида Но, конечно, не для того, чтобы было равновесие Земли, разумеется Но в те времена никто этого не знал Вот, и европейцы упорно ее искали В том числе Джеймс Кук Он считал, что он доплыл максимум, куда можно было на парусных кораблях доплыть Никакой Земли он не обнаружил, а потому там ее быть и не может Просто он развернулся и все, и назад ушел? Ну, назад, не назад, он, так сказать, поплавал по высоким широтам Но не нашел И, между прочим, Беллинсгаузену и Лазареву тоже была задача Дойти как можно южнее и посмотреть, что там есть Вот, они дошли практически до Антарктиды Пришли к выводу, что там должна быть большая Земля Но, собственно, Антарктиду они не видели Что еще экспедиция дала науке, истории, я имею в виду, открытие Антарктиды? Во-первых, открытие островов и нового континента Антарктиды И островов в тропической части Тихого океана Огромное значение для метеорологии, для гидрографии И для подъема уровня российской науки, ее возможностей, ее престижа в мире Как когда-то, уже в 20 веке, космическая гонка, в 19 веке Да, ну, по сути дела, да, была гонка И связанная с открытиями И можно вообще говорить, что где-то первая половина 19 века Это русский период в исследовании Тихого океана Ну, может быть, тут есть некоторая доля преувеличения, но небольшая Сколько объектов было открыто в ходе экспедиции? В Тихом океане было открыто 29 островов Полинезии Вот что интересно, эту экспедицию спонсировало государство И из этих островов многие названы, например, как Александр Первый, остров Петра Первого и так далее Связано ли это как-то с тем, что они хотели таким образом поблагодарить государство? Сложилась такая традиция называть вновь открытые острова именами тех, кто спонсировал экспедиции Эту экспедицию спонсировало государство полностью До этого экспедиции спонсировала наша российско-американская компания Которая распространяла свои владения на Камчатке, на Олеутских островах И имела деньги И также граф Румянцев То есть вот на самом деле три спонсора всех наших кругосветных экспедиций С начала XIX века Что касается названия островов То, конечно же, именами спонсоров Или же великих деятелей каких-то Скорее всего, полководцев или императоров Называли вновь открытые острова Белинсгаузен острова назвал именем Петра Первого, Александра и так далее Но интересно то, что сейчас на гугл-картах Носит название остров Восток именно так, как его назвал Белинсгаузен 3 августа 1820 года путешественники Фадей Белинсгаузен и Михаил Лазарев Открыли остров Восток Своё имя он получил в честь одного из флагманских судов За годы существования его не раз переименовывали И сегодня на картах он часто скрывается за названием Стевар Здесь нет лагуны и пресной воды На острове обитает всего одно млекопитающее Крыса, завезённая сюда когда-то полинезийцами Остров Восток – одно из тех мест на планете, где человек появляется крайне редко Вы уже упоминали Головнина и его странствия И какой же его вклад в географическое исследование Его вклад достаточно большой Потому что он одним из самых первых капитанов, картографов Догадался называть острова теми названиями, которых называют местные жители В частности, именно он положил на карту все Курельские острова И дал именно те названия, которые нам известны сегодня Шикотан и Туруп Это всё названия, которые дал Головнин Зачем он это сделал? Например, корабль, не дай Боже, потерпит какое-нибудь крушение где-нибудь Матросы прибьются к какому-нибудь непонятному острову Но матросы могут спросить, как называется этот остров у местных жителей И местные жители ответят, как называется этот остров Они посмотрят на карту и поймут, где находятся Вот так всё просто И его идею подхватили остальные мореплаватели по всему миру, между прочим Ну и прежде всего, конечно же, наши, такие как Ацебу, улитки, которые отправились после Головнина Как получилось, что во время пребывания на острове Танна Местные прозвали Головнина Дианой? Головнин вышел на берег для того, чтобы познакомиться с вождём местного племени И пытался знаками объяснить, откуда он прибыл И делал вот такие жесты широкие руками И очень пафосно, напыщенно, с достоинством, с чувством гордости Рассказывал ему о том, что он прибыл из огромной страны, России Он был очень большой патриотом Головнина, между прочим Он очень любил Россию Что он прибыл из этой огромной страны На этом вот очень большом корабле, который называется Диана Диана, Диана Местные жители услышали вот это слово, оно им понравилось Они начали кликать этого Головнина Дианой И когда Головнин отплывал уже от острова через пять дней Он сокрушённо писал в своём дневнике Что, скорее всего, в легендах он останется у местных жителей под именем Диана Александр Яковлевич, с какими трудностями в своих плаваниях сталкивался Головнин? Я знаю, что он несколько раз страдал не столько от местного населения Диких племён, сколько от цивилизованных людей Конечно, потому что в любом плавании к трудностям Собственном мореплавании, там, штормам, ветрам Или контактам с примитивными в те времена народами Примешиваются ещё и политические обстоятельства Так вот, когда, например, первое плавание Кругосветное Головнина на Диане Они зашли в Южную Африку То администрация этой английской колонии, Сальсмонсбэ, они корабль взяли в плен Потому что до администрации колонии дошло, что русские подписали телезитский мир с Наполеоном Подключились по требованию Наполеона к континентальной блокаде с Англией И, собственно, Англия рассматривала Россию как врага Взяли в плен Правда, обошлись благородно Взяли честное слово, что русские из плена бежать не будут И, в общем, оставили их на корабле, который должен был стоять просто на рейде Причём некоторые историки считают, что представитель колониальной администрации английской Как раз и рассчитывал на то, что русские убегут И он как бы будет не виноват Но этой обузы с этими пленными, не знаю, что делать, не будет В общем-то, так и кончилось В конце концов, русские сбежали просто Ушли оттуда и продолжили своё плавание А когда он был в Японии, там были проблемы другого рода Известно, что в Японии нельзя сходить в помещение в обуви, её надо снимать И когда потребовали от русских офицеров снять сапоги, те, естественно, отказались Потому что, ну, невозможно же представить русского военно-морского офицера в форме и без сапог Так это, это немыслимо совершенно Но в итоге нашли, конечно, компромисс очень своеобразный Обернули эту обувь, чем-то обернули Очевидно, тряпками больше-то нечем было оборачивать С тем, чтобы с точки зрения японцев вроде как обуви и нет, а с точки зрения русских они всё-таки в сапогах Вот такие проблемы тоже вставали постоянно Не раз в ходе нашей беседы вы упоминали Отто Коцебу И сколько же островов он открыл в ходе своих экспедиций кругосветных, которых было две Отто Евстафьевич Коцебу, племянник Розенштерна, показал себя с самой лучшей стороны В том числе тем, что он открыл в общей сложности в Тихом океане в целом 399 островов И большую часть из них он открыл в Микронезии Сейчас это у нас государство называется Маршаловые острова И там он описал цепь Ратак и цепь Ралик На местном языке это означает восход и закат И сначала он давал островам названия, например, Румянцева, который спонсировал экспедицию Или Чичагова, министра мореплавания Или каких-то еще деятелей интересных Или Кутузова, например, который у нас, как известно, полководец в войне с Францией 1812 года Гавань получила свое праздничное название в честь Рождества, которое провел здесь Отто Коцебу Во время экспедиции на бриге Рюрик в 1817 году Покинув Гавайские острова, исследователь направился к Маршаловам И 11 января открыл гавань Рождества Островитяне, ранее не встречавшие европейцев, радушно приняли русских гостей И сообщили морякам множество ценных сведений о соседних островах В экспедиции Коцебу принимал участие и знаменитый физик Эмилий Ленц Какие открытия он совершил? Эмилию Ленцу на тот момент было 19 лет Он не был тогда великий физик Тем не менее, открытия он, да, совершил Нужно было исследовать глубины океана И очень точно нужно было делать забор воды Например, если на глубине 18 метров вода, предположим, плюс 3 градуса Ну, условно, так скажем То при поднятии воды наружу в нее уже замешивалась другая вода И, соответственно, температура менялась Нужно был какой-то термос с крышечкой Чтобы нужно было опустить эту емкость вниз Чтобы там потом закрылась крышечка И в виде термоса поднять это наружу И там живность, которая водится Именно та живность попадала, которая нам нужна И в этом, в принципе, есть принцип атометра Но самое главное было, это уметь закрывать эту крышечку на глубине И вот это придумал Эмилий Ленц Какие еще ценнейшие сведения были описаны в ходе кругосветной экспедиции Коцебу? Я даже читал, что бивень мамонта был найден на берегах Северной Америки Да, Коцебу на берегах Северной Америки впервые обнаружил бивень мамонта И был установлен такой феномен, как вечная мерзлота Кроме того, Коцебу выдвинул предположение Что когда-то Берингов пролив не был проливом А когда-то там была цепь гор По которой как раз могли в Южную и Латинскую Америку перейти предки индейцев Что еще сделал у нас Коцебу? Он выдвинул теорию происхождения атоллов коралловых И эту теорию принял Чарльз Дарвин Сегодня есть много возможностей изучить историю русских топонимов на мировых картах И это не только книги или программы, но и выставки Фонд имени Миклуха Маклая запустил серию тематических экспозиций в Москве, Петербурге и Новгородской области Они проходят в краеведческих учреждениях, школах и библиотеках Как сегодня для учеников в образовательной программе представлены истории о выдающихся мореплавателях и их открытиях И самое главное, что школьники могут почерпнуть для себя, изучая легендарные путешествия Выставка, которую мы открыли в рамках проекта «Русские географические названия. История открытий» Это выставка, рассказывающая не только о географических открытиях Не только о топонимах, которые были даны нашими отечественными исследователями Это выставка, которая рассказывает об интереснейших путешествиях и взаимодействии с туземцами О том, каким образом готовились экспедиции, с какой целью Она рассказывает и о том, каким образом преодолевали трудности наши моряки, наши первопроходцы, наши исследователи Это действительно потрясающая возможность познакомиться с тем миром, который открыл для нас когда-то Крузенштерд Благодаря своему первому русскому кругосветному плаванию А потом в дальнейшем пошли последователи и последователи И вот эти 129 топонимов, которые мы освещаем и которые мы рассказываем в этой интереснейшей выставке Показывая ее, иллюстрируя на примере вот этих вот полотен, архивных материалов, документов Это еще и возможность узнать не только о тех топонимах, которые были даны русскими А именно о тех топонимах, которые были в принципе нанесены на карту благодаря именно атласу Южных морей и далее, и далее, и далее Действительно, выставка – уникальное событие в системе образования Есть возможность прикоснуться к вот этим фактам Причем это и замечательный картографический материал Это и уникальные исторические данные биографического плана про путешественников Это формирование уважения к историческому прошлому нашей страны Это, безусловно, сейчас очень важно Я считаю, что, конечно, эта выставка будет актуальна и интересна для учащихся И не только для учащихся, но и для учителей, которые преподают географию, историю Поскольку эта тематика, она возникает буквально с самого начала изучения географии в школе То есть уже в пятом классе первое, с чем мы знакомим ребят, это, конечно, уже знакомим мы с историей географических открытий Я ребятам даю задание подготовить сообщение на тему исследований То есть они выбирают какого-то одного из исследователей И рассказывают о том, какой вклад во всемирную географию В великие географические открытия этот выдающийся российский путешественник мореплавателей внес Кто из путешественников популярнее всего у учеников в пятом, а потом в седьмом классе? В пятом, седьмом, но здесь, конечно, прежде всего они знают, это Белинсгаузена и Лазарева Это прежде всего Но почему? Ну, потому что открытие Антарктиды Тем более, вот в 2020 году было как раз 200-летие открытия Антарктиды Поэтому тоже мы заостряем на этом внимание Ну, и, конечно же, Миклух и Маклай тоже известны нашим ребятам Собственно, то, что меня как бы зацепило, да, это история открытия Антарктиды То, что фактически все происходило наперегонки с англичанами И буквально чуть-чуть, обойдя, можно сказать, на повороте, как бы сейчас сказали Наши исследователи вписали свои имена бессмертными буквами в историю географических открытий Многое, то, что, ну, неизвестно, было известно там по школьным учебникам И то, что есть великие путешественники, которые открыли там новые острова, мысы и так далее А вот когда посмотришь эту выставку, и тем более вот здесь желтым наиболее интересные штуки такие И вот я посмотрела на реакцию даже ребят Им стало интересно, понимаете Эта выставка подталкивает к путешествиям, к опознанию, к творчеству, к тому, чтобы что-то открывать И мне кажется, этим она хороша и этим она полезна Экспедиция современной, наша экспедиция во время которой в 2019 году появился русский топоним Который был дан потомкам папуасы, который впервые встречался с Миклух Маклая В деревне Маклая И, возможно, некоторые русские топонимы будут появляться, даже если не будет путешествий Потому что память о наших соотечественниках, память о наших первопроходцах остается на века И это самое главное Делать свою работу таким образом, чтобы тебя помнили 1826 год Капитан-лейтенант Федор Литке отправляется в новое кругосветное путешествие на шлюпе Синявин Оно продлилось три года и считается одним из самых, если не самым успешным плаванием тех лет, той эпохи Почему? Самым успешным оно считается потому, что, помимо прочего, Литке положил на карту, то есть описал Королинский архипелаг Королинские острова считались самым сложным участком для мореплавателя Потому что предыдущие мореплаватели наносили на карту эти острова кому как вздумается Один 50 миль южнее, другой 50 миль севернее Один дал одно название острову, другой другому И заслуга Литке в том, что он наконец-то создал карту Королинских островов и сделал мореплавание там безопасным Он нарисовал все мели, все пороги, все неудачные участки, все острова Описал жителей, где хорошие жители, где накормят, угостят, а где, может быть, копьи копьем замахнутся В том числе и описал и бухту дурного приема Да, как раз вот в бухте дурного приема на него замахнулись копьем как следует Один раз, второй раз все-таки не смог он высадиться на берег, обиделся и назвал эту бухту дурного приема Также известно, что Федор Литке вошел в историю гравиметрии Что это значит и, собственно, как он вошел в ее историю? Это раздел физики, который изучает явления, связанные с гравитацией Земли В том числе и гравитацией других планет, которые оказывают влияние на Землю Поэтому Литке производил исследования при помощи магнитного маятника При помощи различных астрономических инструментов И так получилось, что он измерил силу тяжести и измерил даже пропорцию приплюснутости Земли Ведь известно, что на полюсах у нас Земля, ведь она не круглый шар, она у нас приплюснутая И Литке первым в истории вычислил приплюснутость Земли И почти попал в точные цифры, которые сегодня у нас точной электроникой мы смогли высчитать Вот такой был великий человек на самом деле И я уже от себя добавлю тогда о его величии Что Федор Петрович стал создателем и автором первого устава русского географического общества Настоящая звезда уже следующего поколения путешественников Освятил 15 лет изучению океании Из которых два с половиной года прожил вместе с папуасами Доказав, что они такие же люди, а не промежуточное звено эволюции Как говорилось в научных трудах того времени Был наречен человеком с луны, способным поджечь море Все это прославило великого русского ученого-гуманиста Николая Николаевича Миклуха Маклая Встреча с путешественником оказала такое сильное впечатление на аборигенов Что они до сих пор называют своих детей Маклаями и Николаями Чем россиянин так запомнился папуасам Узнаем уже в следующем выпуске Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok